Задержание главы Димитровграда Андрея Большакова состоялось в районе 10-10.30 утра по местному времени. Буквально через считанные минуты местные и региональные телеграм-каналы заполонило видео, снятое очевидцами. Там стоял, стоял он здесь, а потом сюда поехал. По-моему, от Большаковской машины. Видите, вылетели откуда? Непонятно. В масках его, короче, крутить давай. Авторы пабликов уверяют, что Большаков оказал сопротивление. Закрылся в машине и якобы силовикам пришлось сначала сделать предупредительный выстрел в воздух, а затем разбивать окно иномарки, где в это время находился глава города. Вызволенного из добровольного заключения Большакова тут же заковали в наручники и положили лицом в асфальт. А чуть позже сопроводили в здании мэрии. Следственные действия продолжились в кабинете за закрытыми дверями. Официальных комментариев ни в местных, ни в областных структурах не дают. В кулуарах мэрии активно обсуждается, что якобы задержали уже экс-главу Димитра Авграда с миллионом рублей так называемых откатов за строительство одного из объектов, на которые были выделены федеральные деньги. И раскручивают местного чиновника столичные силовики. Местные правоохранительные органы никак не комментируют ситуацию. К слову, приставку «экс» Большакову подарил губернатор Ульяновской области. Алексей Русских довольно жестко высказался по поводу произошедшего. К Большакову было много вопросов и претензий с нашей стороны. Многочисленные проблемы горожан оставались без внимания. Мы не будем ждать следствия и суда. Считаю, что факт задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно, чтобы уволить его по утрате доверия. В ближайшее время должен быть назначен новый конкурс по выборам главы администрации. Полагаю, что новый мэр должен определить новый состав городской думы Димитровграда. Все, кто нарушает закон, должны нести за это ответственность. Напомним, 35-летний Андрей Большаков возглавил Димитровград пару лет назад. Юрист по образованию. Он имеет довольно внушительный послужной список работы во власти. Начинал рядовым юрисконсультом отдела правоприменительной практики в правовом управлении мэрии. За плечами также работа в Меликесском районе, комитете по ЖКК, заместителем градоначальника. Кто сейчас будет руководить Димитровградом? Тайно за семью печатями. В мэрии на этот вопрос нам никто не смог ответить. Все ждут внеочередного заседания местного парламента. Ведь по уставу, в случае подобном этому, и у главы города выбирают депутаты Гордумы.